Приветствую вас. Как правило, безволие развивается тогда и только тогда, когда человек никогда сам никаких решений не принимал. В этом случае развивается безволие, когда всё за человека решают другие. Когда человек настолько привык делать, в общем, то, что ему делать не хочется, настолько привык делать то, что ему не по душе, что, ну, развилось вот это вот такое. Самое безволие. И тут для начала нужно, конечно, выяснить, чего вы не хотите. Вот именно, в первую очередь, да, чего вы не хотите. То есть, вот это является главным, ну, не главным, но важным моментом. Понимаете? Вот. То есть, сперва вам необходимо определить, что конкретно вам нравится и что не нравится. Я полагаю, что, ну, легче и проще будет понять, что вам не нравится. Например, вот будет легче определить, легче будет понять вам для себя, в частности. А дальше просто нужно будет прислушиваться к своим чувствам, да, то есть, во-первых, когда-то, когда-то вы начали, условно говоря, свои чувства принижать. Вот. То есть, когда-то вы начали свои чувства обесценивать. Вот. Ну, когда-то. Вот. Когда-то такая история началась. Вот. Вот. И, соответственно, надо бы отследить, вот, в тот период, да, в тот момент, когда, значит, вы стали это делать. Вот. И, соответственно, вспомнить, что вы тогда хотели, что вам тогда было нужно, вот, в чем вы тогда нуждались и так далее. Ну. Там, это совершенно очевидно, что, ну, на дизайнера вы учитесь, учитесь, просто так. То есть, просто, чтобы учиться. Просто, чтобы, ну, просто, чтобы делать хоть что-то, да. Вот. Ну, возможно. То есть, это не было вашим выбором, это не было вашим решением, вот, это не было вашей, какой-то такой, ну, вашими желаниями, короче говоря, это не было. Вот. И, соответственно, вот, привыкнув, да, привыкнув действовать не по своей воле, привыкнув действовать в постоянной несвободе, вы получили, собственно, такую вот безволию. Ну, все это с другой стороны компенсируется, да, все это с другой стороны корректируется, то есть, тут, в принципе, можно и нужно вам помочь, короче говоря. Так, что именно в этом проблем нет. Нужно ваше желание. Ваше желание работать. Ваше желание вспоминать, когда, значит, это началось, и, значит, ну, поскольку это началось, это скорее всего, в детстве, поскольку началось это, скорее всего, в детско-родительских отношениях, да, то есть, ну, вот, как бы, началось это в детстве, то, соответственно, и работать нужно в этом же направлении вам. Вот, примерно, примерно так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, примерно так можно ответить на него, вам. Так, значит, смотрите, отдельно, отдельно, обратите внимание на свои ценности, какие у вас ценности. Вот именно вашим, именно ваши ценности меня интересуют, вот, то есть, что вы считаете главным в жизни, что вы считаете важным в жизни, причем, именно вы, что считаете главным в жизни, не кто-то другой, да, кто-то другой меня, в данном случае, не интересует, а именно вы, вот именно вы, что считаете главным в жизни. И, соответственно, чем бы вы, чем бы вы были готовы заниматься просто так, то есть, что вам нравилось, например, в том же, допустим, в детстве, да, что вам нравилось, допустим, в том же подростковом возрасте, какие у вас, ну, были, были увлечения, грубо говоря. Вот, это, на мой взгляд, куда более важные истории, куда более важные истории, чем, значит, все остальное, да, чем вот, ну, чем вот то, что вы описываете. Вот где-то там за всеми вашими, значит, защитами, где-то там за всеми вашими чувствами, да, вот, и скрывается настоящая Ева, если это ваше имя. Где-то там скрывается, вот, то, что вы можете. Потому что воля, воля, она не появляется просто так. Чтобы воля появилась, ей нужно пользоваться, вот. Нужно не просто даже ей пользоваться, я бы сказал, а нужно видеть, чувствовать, чувствовать, именно результат от своей деятельности. Нужно видеть и чувствовать, что, вот, то, что я делаю, да, имеет какой-то, вот, ну, выход, имеет какой-то, какой-то эффект. И самое главное, конечно, что мне это нравится, что это, вот, то, именно, именно, что-то я хочу, и так далее, вот. Не менее важно ответить себе на вопрос о том, что бы вы готовы были делать ради, скажем, процесса. То есть, что вы готовы были делать ради самого действия, не ради какой-то цели, да, а ради действия. Ну вот, где-то, где-то, вот, именно, между вашими ценностями, да, где-то между вашими ценностями, и, соответственно, тем, что вы готовы делать просто так, да, вот, вот, где-то между этими моментами, и есть ответ на вопрос, что вам нужно делать. В целом, я вообще, вообще и просто предлагаю вам составить список для начала, вот, вообще, просто тех чувств, которые вы себе подавляете. Ну, просто, вот, тех список чувств, которые вы можете себе подавлять. То есть, что вы испытываете вообще, просто, вот, что вы чувствуете. Ну, например, скажем, там, допустим, да, допустим. За, везде, ну, к примеру, вот, что вы чувствуете. Это один момент. Как вы эти чувства назвали бы, вот, то есть, что это за чувства такие у вас, вот, что они, соответственно, из себя представляют эти чувства, и как бы вы могли их, ну, скажем, выразить. Вот. Это, на мой взгляд, тоже очень такая принципиальная история, если мы хотим разобраться, да, в том, что с вами происходит. Если мы хотим понять, значит, как и что вам делать. Значит, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что этого вам будет пока что достаточно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.